не знаю как будет связь потому что это 3g я уже гуляю и снова могу у меня че-то сегодня вообще все планы рушатся но будем надеяться что вечером хотя бы все как мы запланировали получится да ларитка кое-кто очень сильно не любит одеваться и очень сильно не любит капюшон и очень сильно против него воюет привет я не успела поотвечать на очень много вопросов прошлом эфире где папа какой дима дом остался он только пришел он кушает я как раз собиралась детьми гулять поэтому я вышла гулять с детьми ван давидик ходит когда к нам присоединился мой брат я лолу хожу ношу все большое приятно насморк не надо лечить насморк это такая защитная реакция организма введение слизи питание поправляю если вы с ним что-то не так ну например данном на данный момент у волны насморк но у нее просто зубы лезут верхние и больше никак не проявляется кроме того что у нее насморк поэтому я ничего не делаю просто питание поправляю больше фруктов цвета давит да вечером поедем то чтобы праздновать так посидим вместе очень хотели конечно куда-то улетать на день рождения как у нас принято но к сожалению очень много сейчас всего что нужно сделать слишком много всего и не время улетать качество плохое да мне 23 блин это все 3g что могу сказать переезд скоро москву собираемся еще я думаю что буду туда ездить часто потому что мне москва понравилось и я для себя там вижу что делать мужу подарок деньги просто поедем что то что ему захочется потому что как бы у нас есть и дима все есть это не знаю не вижу смысла дарить что-то что не нужно палец ссал давит у меня носов четырех месяцев и по-моему до 9 потом просто перестала сам по себе от этого не надо это специально отлучать отучать собирать палец просто старать стараться чаще давать грудь чтобы у ребенка не было потребности для дополнительном сосание ну естественно как бы вот прикольно вводится она уже будет полноценно кушать уже не так вот тоже немножечко сосательный рефлекс со временем угасает с принципе в норме опять же такие при правильном обустроенном пути если ребенок не испытывает лишнего стресса как бы на стресс да ребенок тоже сосет пальчик потому что для него это успокоение вот то как бы он отучится до года может быть чуть чуть позже эту квартиру снимаем я к сыроедению не пришла к сожалению потому что во первых это сложно во вторых я на грудном вскармливании и это не совсем правильный вариант такой резкий делать переход на грудном вскармливании причем это говорят абсолютно все сыроеды натуропаты и далее вот даже я хотела причем пойти в школу здорового питания помыть красивого тела михаила советова да волка и меня не пустили потому что я на грудном вскармливании то есть даже как бы в такие вот курсы не опускают потому что при таком активном очищении такой активной смене питания сильный контраст происходит очищение организма и никакие токсины могут пропадать молоко это во-первых во-вторых в принципе это гормональный фон может меняться и как бы такие эксперименты на грудном вскармливании желательно я очень хочу к этому когда-то прийти надеюсь что приду то может быть нет не знаю это конечно очень сложно вот но уже после того как отлучила как отлучить от груди ну во-первых сразу скажу что я не могу говорить ничего об отлучении до двух лет ну скажем так до полутора в принципе есть детки которые там очень активно кушают и не так сильно нуждаются в груди просто есть детки я знаю сама по своим знакомым которые раньше отлучаются и сами просто не испытывая потребности но это скорее редкость и исключение вообще физиологичный возраст если это конечно не самоотлучение но никто у нас не верит самоотлучение не хочет только кормить то это два-три года во-первых надо естественно подобрать тот момент когда у ребенка не кризис то есть да не вот этот переходный период когда ребенок и так постоянно испытывает какой-то стресс какие-то там эмоции и ему и так не очень хорошо помимо того что его будут отлучать во вторых если ребенок уже хорошо кушает для него уже в принципе в таком возрасте грудь не еда успокоение потихоньку переходить на вскармливание только на сны если они уже и так на сны то сначала отлучать от дневного потом от ночного самым последним убирается под внутреннее кормление то есть когда вы уже убрали ночное на самом деле это не так легко потому что как бы природа так задумано что все таки надо кормить до возраста самоотлучение а мамы столько не хотят постольку естественно ребенок мало кто отлучается спокойно и просто берет и перестает есть в основном конечно детки плачут меня давид тоже год и десять плакал когда его отлучала ночью но не от того что он хотел грудь он не просил грудь там не лез на меня не сдирал мне футболку как многие там говорили ничего такого не было он просто не знал как заснуть без груди просто не привык так вот поэтому они могут капризничать меня дэвид первые два дня плакал наверно в течение часа причем уже засыпает и хнычит успокоил его только что было ужасно но для меня были адовые мучения кормить во время беременности меня очень сильно болела грудь и уже все равно не было молока было морой молозива и мне прямо было уже совсем не в кайф совсем не могла такие вот дела лола спит ну так с боем так сказать и очень сложно уложить мне лола вообще такая девочка необычная нелегкая непростая вот дэвид был беспроблемным ребенком дал грудь он уснул засунул слинку он уснул в машину сели через минут он вырубился то есть как-то так с ним все легко было там уснул и спит захотела покушать там ну там по кувыркам сам как как там детки да там начинают шевелиться просто ночью подсосал там устал дальше и спите спокойно лова совсем не такая я очень сложно уложить спать засыпает она если только очень сильно устанет самого буквально с двух наверно и месяцев спит она один ну максимум два не всегда раза в день на ночью тоже и сложно уложить с грудью она не засыпает никогда никогда вообще никогда не засыпает с грудью с укачивание у меня тоже не засыпает у димы тоже редко только если укладывает там бабушка дедушка например в общем такая такие дела да она дома до чтобы жизнь малина не казалось но вот в слинге только в слинге она засыпает на это если она очень устанет да богдан привет спасибо большое сегодня как раз таки рано проснулся относительно и очень сильно устала долго гуляла поэтому слинге она уснула но это тоже непостоянное явление вот сильно уставшую когда она уснёт слинге я не против школы садиков я не очень знаю такое слово против его все воспринимают как будто как будто если я против то это значит что снесите все садики и школы и все кто со мной согласен там дураки то есть нет я как бы против в отношении своей семьи своих детей да лолка такая вот почему я против школы садиков не писала про садики в принципе это чтобы я против возможно если бы как бы была определенная там ситуация которое мы напряг1 длинна сложили звезды я может быть давиди к бы я направила в садик но такой садик который мне вы меня бы устроил с таким условиям который меня вы устроили есть киви-то только на ABOLONE вот но поскольку мы там не живем это просто будет ребенка очень рано чтобы ехать очень далеко и только дорого будет занимать час потом еще дорога иномое несмысливая снова его не давала бы на весь день только там часа на 3 и какой смысл отдать ребенка часа чтобы еще два тратить на дорогу environmentally это было бы странно наверное поэтому нет папа живет здесь с нами и мама и давидик я сюда их переместила к нам рядом короче говоря почему не хочу чтобы его на садик ходил ну во первых чтобы он не болел во вторых для меня он еще самостоятельно не креп для какой-то самостоятельной без моего присутствия коммуникации с другими детьми учитывая какие бывают конфликты я просто вижу что может происходить на площадках например без моего присутствия какие бывают дети и у меня хочется помогать ему понимать эти ситуации я не допускаю чтобы ребенок участвовал не без меня не хочу чтобы кто-то другой занимался моим ребенком в общем я так пока пока хочу сама с ребенком своим заниматься не готова отдавать его в садик вот школа тоже такая у нас уже система образования очень 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 устаревшая и мне она не нравится также мне нравится жестоко в школе не знаю возможно какую-то бы школу отдала типа финской типа американская не знаю но еще время у меня есть чтобы к этому подумать может я перееду куда-нибудь в лос-анджелес и он будет учиться американской школе как знать может я у меня что-то поменяется может будет необходимость отдавать его в школу но пока он еще маленький у меня есть все возможности дать ему какой-никакой иммунитет поставить его здоровье укрепить настолько чтобы потом уже когда там будут времена школы чтобы это не было такими частыми рецидивами потому что пока ему нет еще не такой крепший в садике я думаю все знают сколько болеют дети и причем если верить психосоматике и тому что говорит катя чей то у деток часто в садиках болезни не от того что они там просты ли а чисто психосоматические у меня нету любимой книги с художественной литературой я более скажу я не читаю художественную литературу последний раз читала художественную литературу в одиннадцатом классе я только в школе читала ее потому что нужно было на литературу вот мне не нравится я не вижу в этом смысла как бы если мне хочется каких-то новых впечатлений то я скорее посмотрю фильм потому что это быстро и это как-то зрелищно все таки все таки это визуал это немножечко другой формат более интересный что ли захватывающий а так чтобы тратить время сидеть и читать мне больше нравится на какую-то информативность на информацию на то что пригодится мне в дальнейшей жизни честно говоря у меня даже нету не хватает времени чтобы читать всю ту информацию которая мне нужна потому что у меня сейчас просто захватывает очень много всего и со стороны психосоматики и натуропатии здоровья там и биохимии потому что я очень часто увлеклась в принципе девочками так сказать натуропатами вот катичи елена корнилова которые в инстаграме пишут очень классные вещи и я понимаю вообще я понимаю что зря пошла на юриста честно говоря надо было идти на медика что у меня эти вещи очень увлекают я в них мало понимаю и хочется очень в этом разобраться но не хватает времени чтобы это читать и очень хорошо что я начала вообще читать что-то какую-то литературу потом грудно вскармливанию воспитанию так далее еще с беременности и пока давид был маленький потому что спела потому что сейчас даже на это не хватает времени да лолка да сколько я сплю часов обычно 6 7 ну бывает 8 ну что это моя китя так все у меня есть уже кое-кто очень воинственный я пожалуй буду его доставать кормить я не знаю насколько информативный эфир я по-моему опять что-то болтал все время нет свадьбы у нас не будет вот спасибо большое что были здесь я пошла кормить вот эту булку всем хорошего дня